На провластной демонстрации «Беларусь за Россию» были арестованы те, кто спорил с ее участниками. Как минимум два таких случая известны правозащитникам. Среди задержанных Екатерина Шитикова. Когда она и ее друзья проходили мимо демонстрации, она начала спорить с одним из участников. Затем к ней подошла полиция. Екатерину вызвали в центральный РОВД на допрос, после чего ее не отпустили. В центре Минска прошла демонстрация с флагами Республики Беларусь, Российской Федерации и СССР. Небольшое количество людей собрались на площади независимости. Пользователи соцсети спросили, в чем смысл этого действия. Они встают и кричат «Христос воскресе!». Что это такое? Кому это посвящено? Сегодня какой-то праздник? Википедия говорит, что сегодня годовщина смерти Гитлера. Но по этому поводу пройтись с российским флагом в центре Минска, написал один из пользователей сети. Но демонстрация в центре Минска была официально согласована с властями. Немногочисленные участники шействия приехали из разных городов страны. Кстати, в целях сокрытия информации о передвижении российских оккупационных войск по территории Беларуси, для жителей республики отключают интернет, сообщили в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины. Впервые с 1 апреля зафиксировано полное или частичное ограничение доступа в интернет для абонентов мобильной связи Республики Беларусь, говорится в сообщении ГУР. В течение месяца целые регионы Беларуси были ограничены в доступе к интернету. Таким образом, КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются пресечь распространение конфиденциальной информации в социальных сетях. Аномалии в доступе к интернету в некоторых районах южнее и юго-восточнее Минска указывают на наличие коридора переброски военной техники, что подтверждается информацией из других источников, указали в ГУР. В то время как линия фронта сместилась на восток и юг Украины, российские войска все еще находятся в Беларуси. Лукашенко также все больше беспокоит его международная изоляция, и режим выразил заинтересованность в возобновлении диалога с Западом. Местные жители, проживающие на юго-востоке Гомельской области Беларуси, говорят, что крупных поставок военной техники не поступало. Иногда рядом с гостиницами, кафе или торговыми центрами стоят отдельные единицы военной техники. Но чаще всего российский военный транспорт сводится к поврежденным машинам, привезенным из Беларуси для ремонта. Хотя, возможно, какие-то самолеты и остались, но в белорусских аэропортах российские вертолеты и самолеты, как правило, не видели. По предварительным оценкам независимых белорусских СМИ, 85% российской военной техники, переброшенной в Беларусь из Киевской области, могли покинуть страну. Хотя эта информация пока не поддается проверке. Продолжение следует...